Мы находимся на выставке CPM 2019 и моя гостья Дарья. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, расскажите о своей компании. У нас группа компаний, называется Best Logistics IT. В этом году нам исполняется 80 лет. Всем известная компания Soft Transart является материнской нашей компанией, старейшей из транспортного предприятия Советского Союза и России. На сегодняшний день это огромный холдинг, оказывающий огромный спектр услуг. Далеко выходящий за пределы обычной логистики таможенного оформления. Здесь ритейлер и иностранный поставщик может получить и аудит, и консалтинг, и таможенный, юридический, финансовый, и различного рода иных услуг. Поэтому у нас пропагандируется полный комплекс услуг как для ритейлера, так и для поставщика. Такой вопрос по вашей тематике. Какие основные проблемы связаны с маркировкой импортных товаров? Какие есть основные проблемы? Я бы сначала разделила на две категории. Проблемы есть у российского ритейла, проблемы есть у иностранных поставщиков. Начнем с того, что ближе нам, это наши коллеги, партнеры, клиенты, российский ритейл. В большей степени это малые предприятия, если мы не говорим о сетях. Малым предприятиям будет очень тяжело заниматься маркировкой самостоятельно, потому что они малые предприятия. А процедура при ввозе импортных товаров и маркировке непростая. Поэтому их затраты будут увеличены на сумму услуг таких компаний, как мы, импортеров крупных, которые могут укрупнять поставки и оказывать им услуги по маркировке датматрикс-кодами их товаров. С другой стороны, возможно, им это будет даже экономичнее, потому что у нас есть возможность делать это профессионально и быстро. Но в любом случае, основной ритейл в нашей стране, как говорит нам Елена Волкова, по статистике нелегален, нелегален ввоз. А это основная как раз цель государства, введение маркировки, необходимо для того, чтобы пресечь все возможные способы ввоза контрабандного и контрафактного товара, с чем они, конечно, успешно поборются. Поэтому тот ритейл, который до сегодняшнего дня до сих пор пользовался этими схемами, к сожалению, будет вынужден либо закрывать свой бизнес, если легализовать его невозможно, либо он будет платить в два, то и в три раза больше за логистику, соответственно, рентабельность бизнеса будет катастрофично падать. Это основная проблема – это затраты. Ввиду низкой покупательной способности и низкой рентабельности бизнеса уже сегодня, для многих введение маркировки датматрикс-кодами делаем равно введение легальной логистики – это будет приравниваться к смерти у многих ритейлеров. Что касается иностранных поставщиков, у них проблема основная заключается в том, что у них паника, они просто не понимают, к чему это приведет, они не знают, что и не могут они сделать, что не могут, поэтому наша группа компаний оказывает им услуги. Мы обучаем, проводим семинары, конференции в России, в Германии, в Италии, в Турции, для того, чтобы рассказать им, чем они могут помочь российскому ритейлу, для того, чтобы услуги маркировки были не столь дорогими, и это не занимало так много времени. И у поставщиков в связи с этим также возникают большие сложности. Им нужно перестроить складскую логистику, им нужно инвестировать в свои IT-технологии, им нужно перестроить мышление свое относительно работы с Россией. Здесь мы сталкиваемся с очень большими проблемами, не каждый готов, а некоторые поставщики иностранных уже четко понимают, что у них нет ни физической возможности, ни технической, ни финансовой возможности перестраиваться только ради России. И они понимают, что неминуемо, примерно через год или через два, им придется покинуть российский рынок. Поэтому маркировка, с одной стороны, выполняет государственные задачи, чему мы очень рады. Контрабанда и контрафакт будут пресечены. С другой стороны, ритейл очень сильно пострадает. Часть из ритейла изживет себя, и некоторые иностранные поставщики однозначно покинут российский рынок. Такая невеселая перспектива, но если мы говорим о долгосрочной перспективе, то обязательно останутся сильнейшие. Они будут уже играть по равноправным условиям конкуренции. И должно все это идти, самое главное, на благо конечного потребителя. Дарья, спасибо большое. Будем держать руку на пульсе вместе с вами. Хорошего вам вечера. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok